Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, RussianFear, и мы с вами продолжаем смотреть новые игры, вышедшие в этом году. В Алхейм, новая выживалка с довольно-таки приятной пиксельной графикой, а также физикой, где мы будем играть за викингов, причем не за обычных викингов, а умерших викингов, которым надо выбраться в Асгард, по-моему. Я не силен в викингской мифологии, так что пишите в комментариях под этим видео, поправляйте меня, чтобы я был прав. Так, все работает, все отлично. Синхронизацию нам не надо. Так, 4К, да, 60 Гц, все хорошо. Ну что ж, давайте, поехали. Я посмотрел, Мариночка, игрушку, но далеко не прошел. Вот такая вот у нас графика, не пугайтесь, в игре это выглядит все более интересно. Так, ну я думаю, длинные волосы, мы же викинги, да, правильно? Борода, бороду, естественно, викинги же. Ну вот так, вот так, цвет волос. Темные надо какие-нибудь волосы, наверное, да? Глубина цвета еще есть, нифига себе. Так, ну что ж, даем имя нашему викингу и поехали. Дали нам сразу же одежду. Так, этот мир мы удаляем, это я пробовал играть. И создаем новый мир. Новый мир. Так, ну как, ну давайте Russian Fear назовем. Готово. Так, ну поехали. Пока я начну один, в дальнейшем посмотрим. Возможно, если у вас игрушечка вам зайдет и появится желание, то организуем уже кооп-прохождение. Но всему свое время. Игрушка находится пока что в раннем доступе. Ну, как и многие игры, которые сейчас выходят. Это, в принципе, неудивительно. Мир тут рандомно генерируется. То есть, одинаковых миров быть не может. В этом весь и кайф. Тут есть и плавание, и защита от монстров. И не только. Ну что ж. Давным-давно всеотец Один объединил миры. Он поверг своих врагов и заточил их в Десятый мир. Затем он обрубил ветви, которые соединяли эту тюрьму с мировым древом. И оставил ее дрейфовать в изгнании. На протяжении веков этот мир пребывал в спячке. Но он не исчез. Пока таяли льды, возникали и исчезали царства Десятого мира. Без присмотра богов. Когда Один услышал, что его враги вновь набирают силу. Окинул он взглядом Мидгард. И послал своих валькирий отыскать в нем величайших воинов. Мертвые они возродятся вновь. Ну вот. И мы, собственно, один из этих воинов. Ну, кстати, не знаю. Как по мне, так это не валькирия. Это ворона. На валькирию не особо похоже. Вон снизу там виднеются даже леса, поля и тому подобное. Кстати, мир довольно-таки густо населенный и густо зарисованный. Прямо плотность засадки деревьев и травы и всего остального на высоте. Так, ну что ж, мы прибыли. Приветствую, воин. Привет, ворона. Хугин. Хугин. Ну давай, Хугин. Добро пожаловать в десятый мир, воин. Я Хугин. Послан сюда, чтобы сопровождать вас в ваших путешествиях. Мегалиты, окружающие вас, это жертвенные камни. Они олицетворяют павших, которых вы должны убить, чтобы попасть в Альгалу. Ну понятно. Че опять? Я принес весь. Ну давай. Этот камень вегвизир. Вегвизир, наверное. Один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателей на пути к павшим. Если присмотреться, этот камень откроет место призыва Эйктюра, вашей первой жертвы. Вам нужно хорошо вооружиться, прежде чем пытаться победить это могучее чудище. Ну окей. Ага. Это вот здесь этот камень. Карта у нас довольно-таки большая, то есть представляете, да? Эйктюр. Понятно. Это показывается нам, где он, да? Жертвенный камень. А его рога словно ветви железа. Они камни и горы крушат. Копыта его словно гром, голос его воющий шторм. Но это вот олень, да? Это какая-то птица, видимо. Трофей-крюк. Жертвенный камень. Царь лесной. Что леса самого древней, повелитель тех, кто прозябает у его ступней. Его корни прорастут, где были раньше города. Кровь их для него вино, а плоть еда. Ну, понятно, то есть про каждого рассказано. А вот это, видимо, какой-то главный, последний, да? Давным-давно корону он носил. Под небом красным словно кровь. Теперь он превратился в дым, но дух его не ждет покой. Ну, ладно, будем с этим потом разбираться. Камень. Ну, это же выживалка. Начинаем собирать. Кстати, ягода. Собираем все. Пока что. Привет, воин. Ну, привет, ворон. Лакомый кусочек. Вы нашли, чем перекусить. Поешьте скорее, чтобы улучшить свое здоровье и выносливость. Помните, что вскоре вы снова проголодаетесь. Поэтому старайтесь всегда иметь на готове хотя бы пару разных блюд. Хорошо. Кстати, камера отдаляется и приближается. Вот этого я не посмотрел. Так. Давай поедим малину. Так как нам надо тут будет плавать по разным островам, я думаю, что надо селиться где-то возле моря. Начинать строить базу. Проверьте свой инвентарь. Большинство предметов необходимо создавать. Так как вы только недавно покинули Мидгард, вам придется вспомнить истинную форму вещей. Просто собирайте все предметы, и я уверен, что все вспомнится. Мой младший брат Мунин сказал мне, что можно сделать каменный топор из древесины и камня. Ну, это логично. Согласен. Камень. 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 Так. А это что такое за хибарка? Да, и кстати, вот пришло время вам рассказать ключевые особенности игры. Но сначала мы залутаем вот этот ящик. Стрела с кремниевым наконечником. Отлично. Вот видите, я прыгаю, и у нас улучшается навык прыжок. Вот эта вот белая фиговина, когда она головой загорается, это у нас идет прокачка. Дуванчик. Не знаю, зачем он. Ну, наверное, нужен. Если мы будем, естественно, бегать, то у нас будет улучшаться выносливость. Тут у нас подсказки, да? Вот наши навыки. Дубины, блокирование, бег, прыжок, луки. Но это постепенно будет все увеличиваться. Крафт. Крафт пока нет. Так, ну пойдемте побьем дерево. Как в арке и везде, тут надо, естественно, добывать дерево. Так, у нас навык урона просто без оружия повышается, да? Вот у нас появляются первые чертежи. Давайте еще. Набьем себе все. Смола. Так. Мы можем делать молот. Вооружайтесь этим инструментом, если желаете воздвигнуть высочайшие залы и мощнейшие укрепления. Давай. Факел. У меня их два. Мне факел не нужен. Мне нужна дубина. И каменный топор. Ну, это дерево, естественно. И, как всегда... Что тут моргало? И, как всегда, камень. В принципе, все стандартно. Но о главных особенностях игры вы еще узнаете чуть позже. То есть, в самом начале я сказал, что здесь физика присутствует. И физика присутствует довольно-таки неплохая. То есть, все в этом мире можно разрушать. И, например, если рубить дерево, я принес вам весь. Ну, давай. И потом я вам это расскажу. Вы создали молот. С помощью этого инструмента вы сможете возводить надежные помещения и высокие укрепления. Начните со строительства верстака, который позволит вам создавать другие объекты. Это понятно. Подожди, мне надо молот сделать сначала. Точнее, топор. Четыре камня. Камня три у меня. А по дереву? Дереву пять. Надо. У меня три. Понятно. Ищем камни. И еще бы я хотел найти какую-нибудь водичку, чтобы нам там поселиться и пытаться. Уже мы сможем переплывать на другие острова, и это уже большой плюс. Потому что прокачка на одном острове здесь не останавливается. Я думаю, что на других островах, хотя я туда не плавал, есть другие. Так, вот первый кабан. Кабан это, ну, как и везде, в любых играх это еда и не только. Давайте вручную его завалим. Иди сюда, кабан. Так, блок. У нас есть блок? Давай, получай. Иди сюда. Ну и что ты? Так, еще олень рядом появился. Ну, кабан, ну, ты, блин, тебе че как не кабан-то? На, вот я с ноги еще. Иди сюда. Винни. Точнее, не Винни, а ты же порося. Пятачок. Так, сырое мясо, кожаные обрывки. Мы с вами получили. Нам надо дерево. Так, а вот я вижу море, куда я и хотел. Дерево сейчас добудем. Ягоды кунащищу пособираем, возьмем. Не знаю, еда здесь портится или нет. Ну, давай, давай, стамину подкачаем. Кто там визжит? Не подкачаем, а восстановим, естественно. Так, ягодки нам пригодятся. Ягодки, ягодки мои. Так, тут у нас че? О, какой-то домик. И там домик. Можно, кстати, на острове. Ну, на острове, я думаю, неинтересно жить. Так, что у нас тут есть? Пока что прокачка. О, че-то новое. Янтарь нашли. Ну, хорошо. Янтарь-то хорошо. Каменный топор создаем. Факел я пока на восьмерку переставлю. Топор на единичку. Молот на пятерку пусть будет. Этот на семерку. Дубина. Дерево надо. Ну, пойдемте рубанем дерево. Так, камни тоже нужны. С камнями тут как бы напряжено пока. Нужен инструмент получше. Понятно. Там, блин, там кабанов много. О, ящерка. Иди сюда. Ой, простите. Вот ящерка. Хочу ящерку убить. Иди сюда. Навык топоры улучшается у нас так же. Топор ломается, да? Че мы с него получили? Ни черта не получили, что ли? Это печально. О, доски уже пошли не по одной, как мы руками с вами добывали. И вот переходим к рубке большого дерева. Сейчас вы увидите, про что я вам говорил. Физика и разрушаемость. То есть сейчас вот это дерево будет падать в какую-то сторону. В какую, пока непонятно. Вот она упала. И если бы мы стояли под ним, то оно может нас убить. То есть оно наносит урон. Если бы стоял кабан, убило бы кабана. Понятное дело, да? Как бы именно вот этим игра кажется довольно-таки интересной. Так, два бревна. Ну, давайте добивать. Бревна, по-моему, у нас стакаются по... Так, гоблин пришел. Ну, давай, гоблин. Ну, че, ты будешь бить, нет? Не будешь, я тебя убью. Так, смола с него. Дерево забрали. Это тоже забирай. А это что такое? Тоже забирай. Дерево нам сейчас нужно. Сейчас пойдем на великую битву против кабанов. Там он их много достаточно. Если мы, кстати, пройдемся с вами по воде, то мы будем мокрыми, и ночью нам будет холодно. То есть даже это здесь учтено. Вот смотрите. Давай, проплыви. Вот сырость появилась. И когда я плыву, стамины у меня расходуются. Если кончится стамина, то я умру. Топор возьми. Зачем ты его руками добьешь, дурик? Так, кабаны, по одному. Кабаны нам сейчас очень сильно нужны. Так, все собрал. Гоблин. Иди сюда, гоблин. Смолу мы забрали. Кстати, кабан, смотрите, прошел через реку. И тоже идет. И с него вода капает. Мне интересно, стамины у кабана расходуются, когда он плавает? Так, еще один кабан. Давай. Кабан это сейчас наше все. Трофей кабан. Получили голову кабана. Ты, кабан, ты куда ушел? Иди сюда. Ты мне нужен. Ты что, меня боишься, что ли? Я драться с тобой хочу. Ах ты, падла. Укусил меня. Так, все забрали. Еще один кабан. Давай. Мясо собрали. Отлично. По поводу разрушаемости. То есть мы можем подойти, вот, например, и таким образом мы с вами добываем и древесину, если мы разбиваем дом. Плюс также мы с вами прокачиваем навык топора. Можно съесть кусочек. Давай, ешь. У нас пока только малинка. Мясо еще не пожаренное. Давай. Набивай уровень. Чем больше уровень, тем, естественно, больше урон. Ну и плюс, естественно, дерево. Так, нам необходимое. Сейчас добьем здесь уже молот. Сделаем новый и пойдем дальше. Все. Доломали топор. Давайте новый сделаем. Этот выкинем пока он нам не нужен. Так, теперь нам осталось выбрать место, где нам жить. Чтобы не сильно далеко. Тут у нас этот, тут этот. Переплывать эту реку постоянно будет как-то в западлом, мне кажется. Ветка. Давай ветку возьмем. Камешек вот здесь. А это даже кремень. Это прикольно. Кремень нам нужен. Он возле воды. Я, кстати, вот этого не знал. Когда начинал играть, где добывать кремень. Потом у нас будет, естественно, и кремниевый медь. Ну, вот эти топоры и стрелы и все. Так, мне показалось, что это монстр, это дерево. И постройка. Вот видите, здесь земля вся неровная. Надо выбрать относительно ровный участок для строительства. Но пока что я такого участка вот не наблюдаю. Прям хоть убей. Да. Да. Как-то мне не особо все нравится. Давайте направо пойдем тогда. Все равно у нас бег прокачивается потихонечку. Стаминка наша. Стамина наша все в этой игре. Блин, замочились все равно, да? Ну, ладно. Так. Тут неровно. Уйди. Хвост Никса. Вот, кстати, его и хотел. Его мы можем также кушать. Ну, вот, относительно. Ровное место. Я думаю, что вот здесь мы и начнем с вами строиться. Бревно только уберем отсюда, естественно. Кто-то кричит рядом. Ну, ладно. Так. Молот мы сделали, да? На пятерку у нас молот. Вот так вот мы открываем меню строительства. Костер. Стопка дров. Груды камней. Нам надо верстак. Для начала, естественно. Поставим его здесь, допустим. Так, сейчас я перекину топор, чтобы удобно было. Блин. Гоблин. Сволочь. Не видишь, я тут строительством занялся. Ворон, привет. Ну, он сейчас будет рассказывать. В принципе, все понятное и всем известное. Ремесленная стойка должна быть под крышей. То есть, нам игра сама говорит, что нам надо по-любому строить дом. Без дома, как говорится, и ни туды, и ни сюды. Для дома нам надо достаточно много дерева. Строительство тут довольно-таки разнообразное. Можно построить прям огромнейшую просто базу. И выглядит это все очень и очень неплохо. Так, мы высохли. Это хорошо. Поехали. Строительство. Нам надо деревянный пол, естественно. И вот вокруг верстака, кругляшок, где мы можем пока что строиться. Так, так у нас поворачивается это все дело. Давайте вот здесь пока начнем. Ну, крепись. Вот Полин неровно поставил. И уже начинает темнеть. Так, мы, блин, с вами далеко не уедем. Так, вот этот верстак мы с вами сломаем. Потому что верстак нам надо делать в доме все равно. А, верстака нет, точно. Я же верстак сломал. Так, так, так. Давай тебя вот сюда. Вот так вот. И поехали дальше. По полу. По полу что у нас по полу? Сюда нельзя, да, ставить? А нет, можно. Пока что как-то так. Ну, прикрепляйся как-нибудь. Нет, не так. Левый шифт, соединить параметры. В общем, не хочет он сюда ставиться. Ладно. Так, продолжаем. Стену. Нам надо просто самый примитивный дом для начала. Вот так вот. Не выполнены условия. Какие условия? А, дерево кончилось. Понятно. Так, дерево. Ну, вот у нас дерево тут растет. Достаточно много. Сейчас вот это все повырубаем нафиг. Маленькие деревца. Они нам будут только мешать в будущем. Отлично. Уйди. Уйди, говорю. Так, это забираем. Что ты нам хочешь сказать? Следите за погодой. Если температура ночью упадет, то или вы промокнете, вам станет холодно. Выносливость будет восстанавливаться медленнее. В таких случаях лучше всего найти укрытие у открытого огня. Ну, это понятно все. Это логично. Так, по поводу строительства. Поехали дальше. С полом у нас тут не срастается же. Да, нет, срастается пока что. Вот так. И сейчас доделаем тогда стены. И все у нас будет шикарно. Это пока не смотрите. Это первый самый дом. Самый просто примитивный, который потом нам все равно придется сломать. В итоге. Дверь сделаем. И, в принципе, даже не знаю, делать нет. Ну, давайте сделаем. Хотя, вот так сделаем. Просто из маленьких досочек сверху поставим. Вот с строительством здесь проблема первую поставить самую. Потом уже попроще прикрепляешь к ней. И как-то привязка идет полегче. Так. Можно было тот дом, который мы с вами раздалбливали, можно было восстановить. И, в принципе, там тоже жить. Блин, опять бревна. бревна. Как я вам и говорил, по первой стенам придется очень много рубить. Я боюсь вот эти вот деревья срубать. Их надо срубать в другую сторону, большие. Потому что, если упадут на наш дом, то все. Это хана дому. поэтому я просто нарубаю пока мелкие. Все это делается ради одной фигни. Да, под крышей. Без крыши он нам не дает построить. Ну, давай, блин. Так. По строительству сейчас с вами поговорим. Я вам объясню, почему я говорю, что строительство здесь шикарное. так, вот так. Покажи мне эту палку-то. Вот. Вот так нам сверху ее надо поставить. Что, надо дверь закрыть? Чтобы ее сверху при хреначить. О, отлично. Так. просто такую крышу мы можем делать? Нет? Где? Вот из этого, например. Да, можем. Почему бы и нет? Это самое примитивное, еще раз повторю, дом, который нам пока что нужен. нужен он просто для того, чтобы у нас полноценно заработал верстак. Потому что так как сейчас мы еще с вами на нем ничего сделать не можем. так, давай, по-быстренькому. Тут также в игре есть рыбалка. То есть, ну, в принципе, достаточно много всего, и это ранний доступ, я повторюсь. Что будет дальше, я думаю, будет еще намного интересней. так, ну, вот это, давайте вот так попробуем его срубить. Надеюсь, он не упадет на наш дом, а упадет в эту сторону. Рубка древесины 11. То есть, вкачиваем прям по полной. Вот куда ты падаешь? Да, не упала на наш дом, это хорошо. теперь еще один интересный факт. Как вам сказать-то, вот если мы сейчас его будем добивать, а нам его надо добить, оно может нас убить, но у нас еще нет ни кровати для возрождения, ничего. Оп, оп, упала, мимо упала, хорошо. Также вот оно падает, и видите, оно ломает мелкие кустики, так, гоблин к нам бежит, ну, давай. Оп, прикинь, заблокировано, да? Не ожидал. Можем катать, также вот эти палки. Мы же викинги. Опа, вот это на нас бревно катнулось, и мы получаем урон. Это очень печальненько. Урона нам сейчас получать пока неохота, потому что восстановиться мы полноценно не можем. Так, продолжаем законопачиваться здесь в нашем склепике первом. Потому что по-другому я не знаю, как это назвать. отлично. Теперь переходим да убери ты эту фигню. А, у меня топор сломался. а если я вот так сделаю, так она под крышей. Стойка должна быть под крышей. А это что, не крышите? Блин, ему не нравится теперь крыша. Ладно. на то он и первый взгляд, да? Потому что я еще в игре до конца тоже сам не разобрался. Если ему не нравится эта крыша, давайте ее тогда расхерачим и поставим другую крышу, именно крышу. Я думал, что и так сработает. Блин, не строй, а ломай. Доски все забери себе. Так, ну поехали. Ладно, крыша. Крыша. Угол. Так. Допустим, вот так тогда. Мы сделаем крышу. вот так. Так, сюда нам надо уголки, да? Уголки вот такие. И что, ты сюда не поставишься? Не поставится. Понятно. А поменьше уголки есть? ну, наконец-то поставилась хоть одна. Неудобно еще так все это сделано, что изнутри надо снайпером быть, блин, чтобы попасть. вот это, тебе, крыша нет? Да, отлично, мы открыли верстак. Нам надо что сделать? Нам надо сделать мотыгу. Фермерский инструмент написано, но это не так. Создаем мотыгу плюс деревянный щит сразу же создаем. Выходим отсюда и смотрите, что мы теперь делаем. Мы берем с вами мотыгу. Вот это выровнять землю, это поднять землю, то есть можем увеличить, да? Невыполненные условия. А, камни нужны. Ну давайте насобираем камни. А выровнять я без камней могу? Да, могу. Вот так мы с вами выравниваем нашу землю вокруг, чтобы нам строить уже нормальную первую базу. У нас выносливость кстати уходит на вот это дело на троформирование. Базу я хочу сделать довольно-таки ну не сильно маленькую, да, так, чтобы было где развернуться. так. Ага, мы дом, о господи, чё так пугаешь-то? мы дом сделали, но как бы так получилось, что мы теперь у него войти не можем. Мы выровняли здесь землю, все все равно нам надо это дело все доделать, чтобы у нас все было по красоте, все было ровненько. подожди, ворон, не до тебя. Больше грядки напоминает, как вскапываю, а не выравниваю почву. давай отдыхай. Да привет, привет, чё ж тебе надо-то от меня. Этот инструмент используется для возделания почвы, да это я знаю, спасибо, что подсказал. Ты меня отвлекал от моего дела, то, что сказать это вот эти вот как-то нам надо убрать тоже. Надо съесть кусочек. Давай. То есть понимаете какую я хочу по масштабам примерно строить базу, пока что вот так. Я думаю будет достаточно нам места. так сносим заходим верстак можно использовать и вот здесь наконец-то мы можем с вами чинить все наши предметы. Чтобы нам сделать лук нам надо дерево и кожаные обрывки. Но это нам надо поохотиться на кабанов давайте щит наш возьмем мотыгу пока уберем она нам не нужна. Кабаны погода кстати в игре туман дождь сделаны очень красиво. Кабаны вы где? В принципе ладно с кабанами подождет. Давайте срубим еще пару деревьев и займемся именно постройкой чтобы у нас уже с этим проблем не было сделаем сундук там для хранения а потом уже пойдем охотиться спокойной душой да? Все дерево успокойся о господи гоблин уйди можно сделать конечно дубину но дубина я не знаю пользоваться дубиной такой себе как бы проще уж топором как как по мне топор универсальный инструмент заодно мы так его и прокачиваем ай-яй дерево на нас покатилось опять получили урон так давай дальше сколько у нас кстати древесины 41 давайте полтинечка добьем я думаю что нам надо такую немаленькую базу сделать в дальнейшем так же надо будет делать различные укрепления базы потому что на нас будут нападать животные это будет буквально там по-моему через день потому что когда сначала я игру первый раз смотрел это произошло там кто-то объединяет животных леса и в общем кабаны и все остальные вот эта тваринка на нас то падает ночью здесь не особо красиво ну не вот этот бей ай-яй куда падает не вижу тут что-то у нас и вот как теперь его чтобы оно не пришибло уронить опять да иди то сюда уже куда ты побежал иди сюда забрал да вроде забрал одуванчики это он от моего дерева меня отвлек точнее от пня оп ага дерево у нас не упало пойдемте пока кабан рядом кабана добьем ну давай бей меня я хочу блокировку прокачивать тоже отлично молодец спасибо так дерево но вот сейчас иду на риск если оно сейчас сломается не так как надо нас пришибет как раз этим деревом нифигасе тут я устроил погром смотрите сколько этого дерева вот про что я вам говорил вот это вот и есть как раз физика одно упало и потащило за собой все остальное и нападало здесь довольно таки всего много так давайте к нашему дому кто там рычит так шестерочка пока мы отдохнули вроде вроде бы ровно относительно и будет кстати когда не туман а когда будет день сейчас настанет будет довольно таки красиво вид на море поэтому я выбрал это место для нашего базы так отлично давайте займемся строительством и вот это рушится если она упадет на нас то это естественно тоже будет наноситься нам урон так это тоже все сноси нам надо снести все кроме верстака доски не забираются слишком тяжелый грустно бывает а че делаешь то так давай выпрямим здесь все и надо скинуть что-то давай нет верстак нам тоже придется сломать получается чтобы нам сделать пол камень вот этот еще мне не нравится так ворон опять прилетел че хочу вам нужно облегчить свою ночь но это понятно я сейчас сделаю все не сын ворон так по поводу строительства верстак ломаем и начинаем уже заниматься наверстак же нужен блин блин хотел сказать не буду вот сюда допустим поставь пока что чтобы нам пол у себя в хоромке сделать пол так у нас не сделается тут тут у нас не ровно тут ровно да также я вам говорил что если кто-нибудь захочет присоединиться поэтому надо дом строить с учетом того что я буду скорее всего по итогу не один давай отдыхай ну вот уже лучше так ну наверное так почему вот это у нас не выровнялось я не понимаю а вот как оно дело обстоит давайте сломаем все если я не могу найти изначально точку ровной поверхности вот так вот давайте оттуда сюда просто пройдем несколько раз тогда убедимся что будет точно все ровно чтобы чтобы больше такого не было все таки охота получать какое-то эстетическое удовольствие от дома правильно не только функциональное так но так будет достаточно раз два три четыре пять шесть наверное да шесть да вот так будет оптимально с учетом того что нам надо от функциональности внутри дома кстати поесть надо а то я тут стройкой занимаюсь а про еду забываю отлично так по поводу еды давайте построим костер что нам не хватает нам не хватает камней давайте соберем камней 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 было же много камней куда они все делись чтобы нам восстанавливать и стаминку побыстрее и все остальное нужны камни прыжок тоже улучшаем это кремень а вот камни ящера сейчас убьем подлец укусил меня успел камни 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 ветка бег улучшен выносливость тоже должна расти топор в плохом состоянии починим не вопрос так 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 ну камней я думаю будет достаточно на костер так где мы будем делать вход с этой стороны наверное да давайте костер то сделаем где-нибудь вот здесь подальше подальше но если что потом перестроим делаем костер и делаем вот такую стойку над костром чтобы нам жарить наше мяско до уберись а вот так вот дело обстоит но сейчас на двоечку давай а я сейчас не могу чинить ну ладно приготовить приготовить сюда надо топливо положить ночью так же воды костра можно греться сейчас нас мяско приготовиться и уже если мы будем есть ягоду и мясо у нас будет повышаться стамина и энергия игра как бы ну довольно таки не быстрая тут просто надо играть отдыхать одно готово мяско или два уже готова давай еще где у нас жареное мяско вот так съедим и вот это и вот смотрите у нас стамина растет и здоровье начинает потихонечку расти таким образом как бы мы рацион себе улучшили мясо еще раз повторюсь что не портится поэтому длительность 1200 секунд исцеление 2 хп в принципе нам этого будет достаточно по крайней мере на эту серию и еще думаю на серии 2 давай второе прошипи уже так забрали отлично так что мы делаем дальше дальше мы ставим ставим факел я думаю пока что где-то вот здесь поставим чтобы мы видели издалека издалека очертания нашего дома да тут на горе таким вот образом обозначим наш дом чтобы в темноте издалека его видеть так в доме естественно нам надо поставить сундук ну ладно сундук это потом кровать вот кровать да ну давайте кровать пока вот здесь поставим привет ворон отдыхать но это понятно то что нам спать на кровати нажимаем занять и все кровать должна быть под крышей но без дома говорят нам нельзя спать ну что ж дорогие друзья вне записи я построю дом и продолжим уже с вами во второй серии заниматься непосредственно прохождением заданий чтобы не утомлять вас строительством увидимся в следующих сериях подписывайтесь на канал если вы все еще этого не сделали также не забывайте прожать ваш королевский лайк чтобы я видел что вам нравится данная игра и конечно же задавайте свои вопросы под этим видео я обязательно на всех отвечу всем пока не забывайте не забывайте Продолжение следует...